Это страна, в которой никто не хочет работать, поэтому здесь возводят за три дня целый город и отдыхают до конца недели. Это страна, которая находится в опасности, в постоянной опасности, но где самые страшные враги – это соседи сверху. Это единственная страна, в которой, если ты ненавидишь местных, существующее положение, ненавидишь налоги, качество обслуживания, ненавидишь погоду, то, значит, ты ее любишь. Это единственная в мире страна, где я чувствую себя дома. Это моя страна. Эфрам Микишон, Нобелевский лауреат, 1952 год, об Израиле. Ви нічого спільного не побачили у цих словах? Про что ви подумали в першу хвилину? Про ці асоціації, про Израиль, про Украину, про те, чому можем повчитися один у одного, ми сьогодні говоримо із нашим гостем, якого ви всі, друзі, добре знаєте. Це Михайло Гольденберг, голова Миколайської обласної єврейської громади. Доброго вам ранку. Доброго. И наша подія, яку мы сьогодні будемо висвітлювати, це День незалежності Израилю. Краина відзначає сьогодні своє свято. День народження. Да, спасибо за упоминание вашей передачи об этом дне. И я так же хочу вас поздравить тоже с вашей датой, с третьей годовщиной вашей передачи. Успеха вам, безусловно. И то, что вы сказали о каком-то созвучии того, что вы только что озвучили об этой стране, об Израиле, о сходстве. Безусловно, с Украиной есть, особенно вот именно с современным состоянием страны, есть много общего, безусловно. Но я хочу сказать еще об одном штрихе. Вот там было выражение. Это место, единственное на земле, в котором я чувствую себя как дома. Дома власный. Да. Дело в том, что ведь само создание страны было каким-то достаточно важным, востребованным и естественным процессом. Потому что многие столетия еврейский народ жил в России, не в диаспоре. На еврите это Галут. И понятно, что когда ты не чувствуешь за своей спиной родную землю, которая твоя, которая является твоей исторической родиной, то ты не защищен. Ты не защищен. И многие годы это было не просто изгнание. Это были очень тяжелые годы, потому что мы помним исторически, как изгоняли евреев из Испании, в которой они жили достойно и даже позволяли расцветать этой стране. Это было и в Англии, это было в других местах. И не было ни одного места, где бы чувствовал народ себя уверенно. Это были погромы, это были разного рода уничтожения. И уничтожения было, и унижения. И обмежения о правах. Это история. Это такая тяжелая история. И в конце концов, вот когда было принято решение Организации Объединенных Наций в 1947 году, о создании, 19 ноября это было, о создании двух государств на территории тогдашней Палестины, то это был такой вот важный решающийся создание государства. И потом, когда закончилось действие мандата в Великобритании на этот участок земли, то собравшаяся, скажем так, продвинутая часть общества, живущего там, на земле Палестины, объявила о создании государства Израиля и утвердили декларацию независимости. Вы знаете, что Конституции как таковой нет. И основополагающий документ – это декларация. И тут же, буквально на второй день, началась война с соседей, о которых вы упоминали сверху, не желали и по сей день, подавляющая часть из них, не желали признать существование этой страны. И вот так вот в этой борьбе, которая началась буквально с первого дня создания, юридического создания государства Израиля, я бы даже сказал, воссоздания, вот страна живет вот в таком напряжении. И при этом, знаете, я должен вам сказать, что интересно, вот когда ты беспокоишься, услышал о каком-то теракте, услышал о каком-то полете ракеты в сторону Израиля. Там звонишь, сейчас же есть возможность в интернете спросить у знакомых, у родных. Мы хотим получать информацию. Да. Ну как, что, то есть, получается так, что мы здесь волнуемся больше, потому что жизнь продолжается. Вот это, вот это есть некая, ну скажем так, параллель ситуации в нашей стране, в Украине. Ну, так же и наша страна, только 25 лет назад, власне, отримала задокументовану независимость. Но люди ее, как-то, возможно, на тот момент не слышали, или, может быть, как говорят, очень легко достались, и только сейчас объединятся как нации, проходят тот шлях, который народ Израилю проходил своего времени. Да. И действительно, идут боевые действия на востоке страны сегодня. Да. И другие страны предъявляют такие какие-то территориальные свои претензии також. Да. И... Культурные претензии из разных стран предъявляются. И украинцы должны повчаться в такой сгуртованности. Да, безусловно. И вот это вы сейчас очень точно сказали, что, прежде всего, вот такого вот сплочения, такого единения, потому что общество разношерстное. И в Израиле тоже. Ведь, смотрите, там живут, ну, наибольшее по количеству, это, конечно, евреи и арабы. И в общей сложности, значит, процентное соотношение, там, по-моему, миллион восемьсот арабов и шесть миллионов двести евреев живут. И при этом, ну, как бы, возникают, конечно, какие-то местные конфликты, локальные, я имею в виду, межчеловеческие. Но в целом жизнь продолжается. Я вам более того скажу. Ведь там два государственных языка. Два. И еврит, и арабский. Несмотря на то, что с той стороны, с противоборствующей, которая не желает вообще видеть Израиль на планете, это арабы. И вместе с тем, вот такая вот, ну, цивилизованная форма, соседство и взаимодействие. И жизнь продолжается именно на основании вот этого вот объединенности какого-то, ну, цивилизованного содружества. Причем жизнь продолжается не просто, ну, как бы, в режиме доживания, а в режиме расцвета. Потому что Израиль во многих... Розвитку. Не только розвитку, но и розвитку. Да. Развитие во многих... Чимало технологий, чимало галузей, випереджуя, або иди в... Ну, это одна из передовых стран. Да, ведь мы как-то не задумываемся, пользуясь этими же, там, гаджетами, пользуясь компьютерами, современными, новыми и многими иными достижениями науки, техники. Мы как-то не задумываемся о происхождении, о национальном или государственном происхождении того или иного достижения. А из Израиля исходит очень много вот таких вот как раз продвинутих и новых достижений. Чого-то не знаем, а про что-то знают все, что-то уже стало целой легендой, как, например, израильская медицина, израильская армия, израильская разведка. Это также на слуху у всех. И вот мне хочется, чтобы мы сейчас бачим на экране эти чудовие краеведы из страны, как будто бы такую виртуальную подорожку сделаем. Сейчас поделимся не только на экране, а поспелкуемся и про достижения. И главное, мне кажется, мы всегда у наших гостей просим каких-то полезных порад. Как вы думаете, как удалось стране из новостроенной, из новостроенной перемогти в боевых действиях на начале ее народа? Сколько же? Шесть дней, по-моему, так? Это была шесть дней война уже в 1967 году, а в 1948 году... И сейчас уже просто на чале света. Одна из передовых стран по всех галузях, несмотря на скрутные политические условия, на сложную ситуацию в стране. Ось я зачитывала цитату, еще кто знает, какого года, так, Нобелевского лауреата. Но я понимаю, какие настрои, подобные нашему в Украине, когда кто-то думает одно, кто-то інше, сперечаются, мечтают, развиваются. И так же это нужно было удовлетворить, нужно было вырасти, как гражданское общество, чтобы остановиться там, где остановилась эта страна. И еще и погодные, скрутные условия нам про такие не снилися. Вы знаете, вот то, что относится к вашему вопросу о том, как страна смогла выстоять, наверное, здесь сказалось вот то, о чем я вначале говорил, вот это многовековое пребывание в диаспоре, вот в том состоянии униженности, угрозы, постоянной угрозы жизни и просто неуверенности в завтрашнем дне. И когда появился вот этот вот уголок, клочок земли, довольно небольшой, на котором можно было, в общем, посеять свою жизнь, свое будущее, то понятно, что несмотря на превосходящие силы, вот в 1948 году, когда начались боевые действия всех арабских стран, окружающих этот пятачок, против Израиля, уже созданного государства Израиль, то люди просто, ну, отчаянно, но вместе с тем продуманно сражались, отстаивая свою землю. Здесь было вот то самое единение, которое порождено было вот стремлением, то есть уже нечего терять. Как вот украинцы в 2014 году. Ну, нечего, совершенно верно. Мы эту параллель все время как бы подчеркиваем ее. Просто нечего терять. Это твой пятачок земли. И каждый клочок на ней, ну, связан с многовековой историей народа. Как сегодня будет означать этот день в конце Израиля? Вы знаете, вот... Будет какой-то свят, вот поделиться традициям? Конечно, смотрите, вот даже... Чи будет, ну, какие-то шанувания, память, вот какие-то заходы будут? Да, смотрите, каждый, вот, я не знаю, вот термин, который вот сегодня мы упоминали, каждое событие, каждая, ну, я не знаю, фраза и так далее, ей можно посвятить отдельную передачу, причем не только в утреннюю. Потому что за каждым из них стоит какая-то история, стоит что-то очень интересное. Что касается дня, почему я об этом говорю? Ведь календарь еврейский таков, что день начинается с вечера. И уже вчера, после захода солнца, началась торжественная церемония этого праздника. Это был парад, это было официальное поздравление, это был грандиозный салют. И сегодня продолжится... Мы бачим на экране святкувание минулых, которые, вот, что-то подобное, происходящее все годы. И скажите, пожалуйста, наостанок, мы щодня проводим рубрику «Слово дня». И вивчаем слово з иноземной мовы, но не просто з иноземной мовы, а з мовы тих народов, представников тих народов, которые мешают именно на Миколаївщине. На Миколаївщине очень развинена еврейская громада. И как раз, я думаю, что будет доречно сегодня вивчити слово «независимость». Да, слово «незалежность», «независимость». Этот праздник называется «Йом Ацмаут». Йом – это день, Ацмаут – это независимость. И очень важно, они идут рядом эти два дня. Ему предшествует день памяти павших. День памяти. Йом Азикарон. Они прямо рядом, день павших воинов из Израиля. Ну что, Йом Ацмаут Израиля, правильно я сказал? Да. Хак Самеев. Праздник. Дякую мы вам.